Всем-всем привет, с вами Клеопатра! В сегодняшнем видео я поделюсь своими советами о том, как можно быстро поднять всех бравлеров на вашем аккаунте на 25 ранг. Как вы видите, я уже успешно начала этот путь, у меня многие бойцы уже подняты на 25 ранг, некоторые только начинают туда подниматься, но в целом существует несколько советов, которые помогут вам сделать это легко, быстро и в короткие сроки. Причем, если вы думаете, что на это нужно тратить очень много времени, то на самом деле это не так. Как это происходило, к примеру, когда я поднимала Шелли, было это сегодня, буквально несколько часов назад. Я получаю 25 ранг, забираю звездные очки и показываю вам, что происходит в логе моих боев. У меня абсолютно все победы подряд, то есть буквально за полчаса, за час можно спокойно поднять ту же самую Шелли или какого-то другого бравлера на высокие кубки. И как это сделать, сегодня я расскажу вам в этом видео. И прежде чем начать, по традиции, хочу пригласить вас в свой клуб Dark Masters. Вход открыт, начиная с 21 тысячи кубков, поэтому если вы ищите хороший клуб, обязательно вступайте, а тег есть сейчас на экране и в описании к этому ролику. И мой первый совет вам, играйте на конкурсных картах. Да-да, вот этих фановых веселых конкурсных картах, которые выигрывают каждый новый день. И кстати, вы не задумывались о том, почему выигрывают одни и те же карты? Ну, практически одни и те же, они меняются буквально некоторыми детальками. Все дело в том, что игроки специально голосуют за продвижение таких карт, потому что они понимают, что эти карты дают им возможность быстро и очень легко поднять кубки. В то время как в других картах, которые менее фановые и более сложные, это нужно будет делать дольше, сложнее и тяжелее. А зачем тяжелее, если можно проще? Логично? Логично. Поэтому такие карты постоянно выигрывают и мы с вами видим постоянно практически одни и те же карты. К примеру, эта карта раньше выглядела вот таким образом, в двух вариациях. А теперь появилась третья вариация, которая немножко видоизмененная, но на мой взгляд она еще проще, чем были другие две предыдущие. Второй совет. Поймите, каких бравлеров легко поднимать на конкретной карте. Если вы не хотите сливать бравлеров, то возьмите кого-то, кого вам не жалко или кого вы потом быстро сможете поднять и посмотрите, чем играют другие игроки, сыграв пару каток. Потом вы поймете, какие бравлеры сюда подходят, с какими пассивками, с какими гаджетами и начнете уже с направленный подъем этих бравлеров. К примеру, вот на этой карте идеально подходит рикошет. Здесь огромное количество стен и постоянно можно делать просто безумные рикошеты с помощью этого бойца. Причем, как правило, бравлеры остаются неизменными, даже когда карта видоизменяется. Потому что, если вы помните, то изначально эта карта выглядела просто как небольшой участок, где появлялись все бравлеры, а вокруг были только стены. Теперь же она преобразовалась и вокруг появились вот такие отсеки. Но, как изначально рикошет на этой карте тащил, так сейчас он тоже тащит. Поэтому его очень легко подкачать на этой карте, причем сделать это можно буквально за несколько каток. Естественно, под каждую карту есть не один бравлер, который сюда хорошо подходит. Многие здесь поднимают нового бойца Эдгара, кто-то хорошо играет за Спраута, также хорошо здесь заходит Тик, заходит Кольт. В общем, ищите, смотрите, что именно вам больше подходит, потому что каких-то бравлеров здесь поднять легче, а каких-то сложнее. Однако, есть такие бравлеры, которые конкретно на этой карте вообще не поднимаются, поэтому их сюда не стоит запихивать и пытаться с ними что-то сделать. Лучше дождитесь, когда будет другая карта, где вы сможете их поднять. Поэтому бездумно всех апать нет смысла, нужно подбирать конкретного бравлера под текущую карту. Третий совет – это команда. Если у вас есть возможность, то обязательно найдите, с кем вы будете играть. Вы можете, конечно, пробовать играть с рандомами, но часто они берут неподходящих бойцов, да и творят не пойми что. Я думаю, вы это знаете не понаслышке. Поэтому лучше все-таки, если у вас будет своя команда, состоящая из трех игроков. Вы можете позвать играть с собой друзей, либо же попросить ребят из своего клуба, либо в конце концов, если ни того, ни другого у вас нет, найти кого-то через лупу. Потому что там вы сможете еще обсудить, как вы действуете, по какой стратегии, и это все пойдет только вам на пользу. Вот в этой катке мы играли вдвоем с погодой, успешно подняли мне Ниту на 25 ран. Кстати, она тут тоже очень хорошо заходит за счет своего медведя. А в этой катке уже, наоборот, поднимали ему рикошета тоже на 25 ран. Еще сюда можно взять Пенни, она тоже очень успешна, причем что с одной, что с другой пассивкой. В общем, пробуйте, экспериментируйте, но старайтесь сделать так, чтобы у вас в команде был хотя бы один рикошет. Потому что если его нету, то играть становится немножко тяжеловато. А когда напротив вас три рикошета во вражеской команде, да, такое тоже бывает, то совсем не проворот. Четвертый совет плавно вытекает из третьего. Если вы подобрали себе команду, то вы можете подобрать себе и подходящий сет под конкретную базу. Здесь мы играли вдвоем, третий у нас был рандомный, но нам, в принципе, везло, потому что бравлеров, как правило, этот третий брал адекватных, хотя иногда и бывали те, кто брали сюда кого-то неподходящего. Но если у вас есть команда, вы можете заранее обсудить, подобрать себе подходящий сет из нужных бравлеров и продумать, как вы будете действовать в какой-то конкретной ситуации. К примеру, очень неприятно, когда вас запирает спраут, поэтому почему бы самому не взять этого спраута. Либо же взять с собой тика и тоже постоянно портить жизнь вашим соперникам, потому что тик просто из любой точки может всех закидать. Пятый совет, достаточно сложный, и у меня тоже не всегда получается ему следовать, это отдых. Если вы видите, что у вас катка не идет, то выйдите из бравлы, просто отдохните, пойдите покушайте, попейте чай, позанимайтесь чем-то другим, через часы вернитесь и попробуйте снова. Да, знаю, это сложно, да, всегда хочется отыграться, и кажется, что вот последний бой, и будет заветный 25 ранг, а потом вы дико сливаете, поэтому лучше все-таки попытаться себя оторвать от бравла и немножко передохнуть. Как правило, потом игра идет лучше, потому что ваш мозг немножко отдохнул, он переключился на какую-то другую деятельность, и он не так напряжен, как в тот момент, когда вы уже устали от игры, но пытайтесь все еще добраться куда-то до каких-то конкретных заветных кубков. Шестой совет, поднимать бравлеров на высокие кубки все-таки стоит тогда, когда они у вас уже имеют десятую силу, имеют пассивки и имеют гаджеты. Хотя, как вы видите, есть игроки, у которых получается поднять бравлеров с меньшей силы, но, на мой взгляд, это гораздо более время затратный процесс, это сложнее, это более нервно, и поэтому сначала лучше прокачать бравлеров, а потом уже поднимать. Вы увидите, насколько проще у вас они пойдут, если до этого вы пытались и ничего не получалось. Седьмой совет, не заостряйте свое внимание на каком-то конкретном противнике. Если вас конкретный противник постоянно убивает, то не нужно постоянно к нему лезть в надежде, что сейчас вот, ага, я тебя точно убью. Вы будете сливаться. Если конкретно в этой точке карты у вас не получается его убить, подойдите к другому и постарайтесь убить его, если, конечно, речь идет про награду за поимку, как в этом повторе. Потому что, как только вы заостряете свое внимание на каком-то конкретном противнике, то, скорее всего, у вас начнется серия убийств, а противник будет зарабатывать звезды, и тем самым вы будете подводить свою команду. Поэтому следующий совет, который также плавно вытекает из предыдущего, это старайтесь помогать своей команде. Если вы видите, что рядом с вами ваш тиммейт сейчас вот-вот умрет, а вы можете помочь ему выжить, помочь убить соперника, то обязательно это сделайте. Таким образом, вы спасете и его жизнь, и себе же принесете больше звезд. Не играйте в одиночку. Это командная игра, и здесь нужно играть всем вместе. Вместе спасать, вместе убивать, вместе прятаться, делать все сообща. Тогда у вас будет более хороший результат, нежели вы будете стараться в одиночку набить себе 7 звезд и бегать такой радостный по карте, что типа я молодец. Вы там, может, и молодец, но ваши тиммейты постоянно умирают, и в итоге вы проиграете. Поэтому лучше, чтобы все-таки цифра счета у вас была высокая именно в команде, а не на конкретном игроке. Ну и так как я уверена, что такие конкурсные карты будут повторяться еще не один раз, то вкратце расскажу, что стоит делать за рикошеты на этой карте, потому что, опять же, повторюсь, он здесь самый имбовый. Старайтесь рикошетить, старайтесь не просто стрелять, а отскакивать от стен, потому что тогда вы сможете наносить больше урона, и ваши пули будут лететь гораздо дальше за счет строения этой карты. Конкретно здесь очень многое решал наш рикошет в команде, а все остальные уже были просто поддержкой. Однако, если у вас есть хорошая команда, опять же, да, исходя из предыдущих советов, то как сейчас вы можете забрать себе в команду Спраута и просто постоянно ставить себе стенки, что мы и сделали здесь. Однако здесь я играю за Шелли, и вы спросите, зачем она тут нужна? Шелли очень хорошо заходит на эту карту именно в такой связке, потому что она может убивать постоянно прилетающего Эдгара, который внезапно может залететь в туннель, где стоит рикошет и Спраут, и все испортить. Поэтому Шелли здесь очень хорошо отыгрывает, также можно попробовать Булла, я думаю, он тоже будет неплох, но все-таки Шелли здесь, на мой взгляд, будет немножко получше за счет своей ульты. В общем-то, ваша цель просто залезть в какой-то туннель и сидеть там безвылазно, не давая противнику возможности зайти ни с левой стороны, ни с правой, ни откуда-то сверху. Но опасайтесь, конечно, Эдгаров, которые прилетают, и вот тут как раз-таки и включается помощь Шелли, которая своей ультой может устранить его и не дать возможности умереть вашим тиммейтам. И, наконец, последний совет. Старайтесь не играть на автоприцеле, потому что даже несмотря на то, что здесь фановые веселые карты, все-таки некоторое количество скилла требуется. Возможно, не так много, как на других картах, которые не являются конкурсными, но, тем не менее, оттачивая мастерство за какого-то конкретного бравлера, со временем вы поймете, что автоприцел не делает вам плюса, не делает вам помощи. К примеру, здесь, возвращаясь к тому же рикошету, если вы будете автоприцелить, то вы не будете рикошетить от стен, а ведь именно в этом здесь и заключается вся суть. Я надеюсь, что это видео было вам полезно и поможет вам поднять высокие кубки на ваших бравлерах. И если так, то не забывайте ставить лайк на это видео, подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Также напишите в комментариях, на каких конкурсных картах каких бравлеров вы смогли поднять. Я уверена, что это будет полезно тем, кто смотрит этот ролик, ведь всегда чем больше советов, чем больше рекомендаций, тем проще поднимать кубки. Ну а я желаю вам удачи и пока-пока!